В Москве убит настоятель храма апостола Фомы Даниил Сысоев, известный своей миссионерской деятельностью и полемикой с мусульманами. По словам очевидцев, убийца был в маске и говорил с кавказским акцентом. Друзья погибшего рассказывают, что Даниилу Сысоеву неоднократно угрожали приверженцы ислама. Я действительно слышал от самого покойного отца Даниила о том, что на электронную почту к нему нити угрозы от ваххабитов приходили. Публично же мы действительно видели и можем убедиться в интернете, по поисковикам, что последние публичные выпады в адрес отца Даниила Сысоева были на сайте, по-моему, ислам.ру, если не ошибаюсь. Где ему клишировали, клеивали ему ярлык, ислама фоба. Хотя я подчеркиваю, что этот человек был православным миссионером. Об угрозах он говорил сам лично в кругу своих знакомых об этом факте, особенно после известного диспута с мусульманами, по-моему, это конец 2005 года. Отмечу, что работа проводилась активно всю ночь, как на месте происшествия, так и в других частях города Москвы. Есть определенные наработки, которые в данный момент тщательно проверяются. А работа продолжается и в этот момент, и большое содействие оказывают другие службы и все подразделения, как МВД России, так и ГУВД города Москвы. Будущее миссионерской деятельности и самого храма, который, по словам прихожан, хотели снести, теперь под вопросом. Перед этим страшным убийством отец Данил Сосоев подал прошение на имя святейшего патриарха Кирилла о том, чтобы этому приходу был присвоен статус миссионерского прихода. Как известно, согласно миссионерской концепции русской церкви, должны появляться специальные миссионерские приходы. И этот приход был миссионерским, но отец Данил хотел, чтобы он был и по статусу миссионерским. Еще на что обращаю внимание, убийство произошло прямо перед самым днем рождения святейшего патриарха Кирилла. Вот это просто как факт.